Не родила не патриотка. Ну не устают слуги наши народные придумывать способы пополнения русских в России. И с одной стороны вроде бы все правильно, но с другой методы, которыми депутаты хотят добиться желаемого, мягко говоря, как бы странные. Впрочем, судите сами. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, две недели назад наш президент аккуратно так намекнул нам о том, что деньги на новых людей как бы заканчиваются, и неплохо было бы рожать и воспитывать детей, основываясь не на средствах, а на любви и взаимоуважении. Неделю назад некий Федоров вновь предложил ввести в России налог на бездетность. Ну типа решим сразу две проблемы, демографическую и финансовую. И вот наконец наступила эта неделя, а на манеже все те же и все с теми же идеями. С одной лишь только разницей в фамилиях инициаторов. На этот раз, как пишет Лен Тару, в России предложили повысить рождаемость путем введения сухого закона. Да-да-да-да, вы не ослышались, эксперты в этом вопросе уверены, если советский опыт привел к демографическому скачку, то чем современная Россия хуже. Я, честно говоря, не помню ничего из скачков относительно рождаемости, но зато отлично помню в конце 80-х дорогу до школы, где, проходя мимо квартиры на первом этаже, была надпись «Стучите». Тогда я еще не понимала, зачем туда стучат, и только чуть повзрослев увидела, как из этой квартиры в разных емкостях продавали какую-то жидкость. Ну и не мне вам объяснять, что именно такие действия стали естественным результатом антиалкогольной кампании. Подпольная продажа самогона и отравление спиртосодержащими средствами, а еще наркоманы и токсикоманы – все это в планы борьбы с алкоголизмом не входило, но стало реальностью. Зато добились главного – плюс 500 тысяч детей в год. Видимо, урок этот мы собираемся повторить и сейчас, ведь главная цель повысить рождаемость будет достигнута и неважно, какими способами. Впрочем, московский гинеколог Наталья Осокина на этой неделе призвала не торопиться с радикальными мерами, ведь все, по ее мнению, может решить одно лишь желание женщины – рожать по 10-15 детей. Потому что, как сообщила врач, репродуктивный потенциал русской женщины может и готов воспроизводить на свет не менее десятка новых людей. Правда, с помощью каких подсчетов специалист получила именно такой результат, она не уточнила. Не, ну а че, наши прабабушки же как-то могли. Правда, не все из родившихся выживали, но на то он и естественный отбор. Хотя, девчонки, если об этом заговорили, значит, совсем скоро каждая из нас скажет – не родила десятерых, не патриотка. Хочу жениха, хочу богатства, хочу, хочу, хочу! Вот только странно, что Осокина, которая сама вроде как врач, ни разу нигде не обмолвилась о восстановительном периоде для женщины. И это не считая того, что всех десятерых надо на что-то прокормить и чем-то обеспечить в будущем. А, да, и работодатели, кстати, неохотно берут на работу мамашек даже с одним детем. А если заболеют десять, то никакого тебе английского бассейна и даже танцев. Но если госпожа Осокина личным примером покажет, как таким семьям выжить в России, то я точно буду в первых рядах аплодировать ей стоя. Потому что, в моем понимании, героиня – это уже та, что согласилась на двоих, а тем более троих детей. Про большее количество даже заикаться не буду. А между тем, в Госдуме на этой неделе тоже обсуждали детей. Правда, в совокупности с телефонами и школой. С 1 сентября следующего года использовать телефоны в стенах учебного заведения будет категорически запрещено. За это депутаты проголосовали единогласно, и закон прошел сразу второе и третье чтения. Нет, если речь идет о том, чтобы во время урока все гаджеты были переведены в беззвучный режим, то логика в инициативе есть. Дети пришли получать образование и не должны отвлекаться от процесса. Но я так понимаю, что речь идет о запрете телефона вообще. Но как тогда детям оставаться на связи? Я, конечно, понимаю, что в наше время мы как-то ходили в школу, как-то из нее возвращались, и все это без присмотра мам и пап. Но сейчас совсем другое время и другие законы. Чего только стоит одно то мартовское постановление, подписанное Мишустиным, которое тогда наделало много шума, да и сейчас продолжает будоражить умы многих пап и мам. Я напомню, там что-то про эвакуацию, причем про отдельную, где детей в случае чрезвычайной ситуации автобусами вывозят, ну типа в безопасное место. Правда, это в том случае, если ребенок во время ЧАЭС находится в школе или детском саду. А вот теперь представьте, ЧАЭС, телефоны запретили, детей увезли в неизвестном направлении. И где их потом искать? Ни тебе геолокации, ни голосового подтверждения ребенка, что с ним все хорошо. И как тогда быть? Я вот все-таки считаю, что у каждого запрета должно быть логическое и целесообразное обоснование. Ну типа не хотите, чтобы во время урока звонили телефоны, предложите детям перевести их в беззвучный режим. Не хотите, чтобы они в них же залипали, отвлеките их внимание на что-то другое. Я вам скажу, что это реально работает и зависит исключительно от личности учителя или преподавателя. Вот я когда-то давно училась в Сунсургом, правда, тогда он был имени Горького, а теперь почему-то переименован в Ельцина. Так вот, у нас там историю вела чудесная женщина с именем Изабелла Станиславовна. Она была настолько харизматичной личностью и настолько выкладывалась на уроках, что никто из нас, обучающихся, не мог себе позволить не знать ее предмет. Нет, артистично, живо и с непомерным юмором. И поверьте, на ее уроках было бы точно не до телефона. Но я согласна, что времена сейчас изменились и дети сейчас другие. Но тем не менее, воспитывать их должны не депутаты и не учителя, а родители, которые причинение добра насильственными методами явно не одобрили бы. И, кстати, они же должны решать, варить их дочери борщ или остановиться на горошнице. Ведь на этой неделе в Госдуме обсуждали и это. Как оказалось, Володя настаивает на борщах. Ну, типа, место женщины на кухне, туда ей и дорога. Мальчики же, по мнению председателя Госдумы, должны уметь держать в руках молоток. Еще в юном возрасте у него должны быть навыки, трудолюбие. Ну и, конечно, когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо, пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся, надо думать о нашей второй половине. А потому, закончил свою речь спикер, в школу нужно обязательно вернуть уроки труда. И это единственное, с чем я согласна безоговорочно. Хоть и не знала, что в школах больше не шьют фартуки и не мастерят табуреты. Поэтому, сколько ни говори, что труд сделал из обезьяны человека, а из человека лошадь. А я все-таки считаю, что лучше пусть школьники на трудах шинкуют салаты и стругают мебель, чем обучаются управлению беспилотниками. И, кстати, да, вы знаете, что некий депутат Киселев в среду предложил коллегам официально разрешить подросткам работать в дни школьных летних каникул. Правда, только по выходным. Ну, типа об этом его попросили сами дети. Причем еще в апреле прошлого года. И через специальный опрос портала Суперджоб. И вроде как, так уж и быть, работайте, братья. Но не перерастет ли такая инициатива в принудительно добровольную работу на благо страны? Особенно в условиях идущей спецоперации. Ну и раз уж сегодняшняя программа получилась с креном на детей, то не могу не рассказать вам еще об одном поступке. Но на этот раз по отношению к детям со стороны омского вице-губернатора Андрея Шпиленко. На этой неделе он приехал в Сибирский автодорожный университет для встречи со студентами. Но что-то сразу пошло не так, потому как на вопрос, зачем вы сюда пришли, ответ из зала, в общем-то, не удивил. Что-что? Еще раз. Пригнали. Это, естественно, вывело чиновника из себя, а потому что не гоже какому-то студенту раскрывать все государственные тайны. И он разразился критикой и запугиванием собравшихся вооруженными силами России. Думаю, по вас плачут просто вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют. А потом зачем-то напал и на соседа по ряду, который пришел на встречу в футболке с надписью «Бруклин». Сразу видно, у него на Нью-Йорк написано. Из Нью-Йорка, что ли? Они вообще такие, поверьте. Если Нью-Йорк, значит, мужики, позвали поменять футболку, не позорься. Скомандовал Шпиленко и начал искать новую жертву. Видимо, для самоутверждения. А я посмотрела на эту ситуацию и подумала, ну, во-первых, футболка, скорее всего, сделана в Китае. А это типа дружественная нам страна. Во-вторых, почему какой-то там посторонний мужик, который не участвовал в покупке этой футболки, будет навязывать парню свои идеалы? Ведь сам Шпиленко был одет не в ивановский текстиль, а на его руке красовалась далеко не заря. Да и навстречу чиновник Чани на «Жигулях» приехал. Так зачем тогда это все? Может быть, потому что его встретили плохо? Ну, там, портреты Байдена до Зеленского на стены не наклеили. Как это, например, сделали в Томском строительном техникуме. Там на днях в рамках воспитания патриотизма студентам предложили пострелять по нарисованным лицам живых людей. И вы знаете, может, кому-то это и кажется смешным, а лично у меня вызывает рвотный рефлекс. Потому что, ну, не пахнет это патриотизмом. Минуткой ненависти, возможно, но воспитанием точно нет. И после всего этого наши компетентные органы продолжат обвинять в уличных драках сериал «Слово пацана». Хотя, если посмотреть в глаза реальности, то это как бы кино становится отражением жизни, а не жизнь снимается по сценарию кино. Но некоторым, к сожалению, постичь это не дано. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Берегите детей. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!